Вас приветствует команда Ведопульс и у нас сегодня очередной апрельский вебинар бронхиально-астма и монологические аспекты. Наш несменный эксперт Елена Алексеевна Арчбасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета и специалист отдела поддержки компании Биоквант. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим вебинар также в рамках раздела «Иммунология». Тема вебинара посвящена такой мозологической форме, как бронхиальная астма. Итак, что же такое бронхиальная астма? Ну, вначале давайте узнаем, что это слово означает в переводе с греческого языка, так как это заболевание известно уже очень давно. И в переводе с греческого непосредственно слово «асма» означает «удушье», то есть такой дословный перевод – «удушье», «одышка». Так как эти два основных проявления астмы связаны с бронхами, то есть изменениями, которые наблюдаются в бронхиальном дереве, то, соответственно, в нашем современном мире это заболевание звучит как бронхиальная астма. Нужно сказать, что бронхиальная астма – это одно из распространенных заболеваний современного мира. И вот давайте посмотрим статистические данные, которые касаются бронхиальной астмы. Эта болезнь регистрируется более чем в 5% случаев среди всего населения Земли. Нужно сказать, что в детском возрасте заболевание бронхиальной астмы встречается примерно в 2 раза чаще в сравнении с взрослым населением. Таким образом, можно сделать вывод, что к моменту наступления, так скажем, взрослого возраста, это заболевание оккупируется. И если говорить уже непосредственно о России, то среди всех жителей России примерно 7 миллионов человек страдают этим заболеванием. Итак, бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. хроническое воспалительное, то есть заболевание, которое может сопровождать человека в течение всей жизни. Это заболевание, которое очередуется периодами обострения и ремиссии. И когда происходит обострение этого заболевания, то оно проявляется приступами одышки. Значит, еще раз хочу сказать, что основным проявлением бронхиальной астмы является одышка, приступы одышки. И, как правило, одышка сопровождается кашлем, и если это состояние не купируется, то оно может переходить в более сложную форму проявления бронхиальной астмы, перерастать в приступы удушья. Таким образом, три основных проявления бронхиальной астмы – это приступы одышки, это кашель и приступы удушья. Ну и вот здесь, на представленном слайде, можно обратить внимание, как меняется структура бронхов при бронхиальной астме по сравнению со строением бронхиального дерева здорового человека. Ну, мы на этом еще сегодня остановимся, но сейчас хочется обратить ваше внимание на следующее, что при хроническом воспалительном заболевании дыхательных путей наблюдается резкое уменьшение просвета бронхов, что и будет определять все те симптомы, которые мы сейчас перечислили. Итак, нужно сразу сказать, что бронхиальная астма, она не является наследственным заболеванием. Это значит, что дети, рожденные от родителей, которые страдают бронхиальной астмой, либо дети, чьи бабушки, дедушки, либо ближайшие родственники страдают бронхиальной астмой, должны обязательно тоже принять эту эстафету и тоже переносить бронхиальную астму. Нет, это не так. То есть астма, еще раз хочу подчеркнуть, не является наследственным заболеванием. Существует такое понятие, как предрасположенность к астме. И вот эта самая предрасположенность, она как раз и может передаваться по наследству. Однако предрасположенность не обязательно вырастет в проявлении бронхиальной астмы. Для этого должны, так скажем, сочетаться к этой предрасположенности еще и неблагоприятные факторы, или так называемые неблагоприятные обстоятельства. И вот тогда вот эта сочетанность предрасположенности и неблагоприятных факторов может выразиться в проявлении бронхиальной астмы. Итак, давайте познакомимся с тем, что является этиологией, то есть причиной развития бронхиальной астмы. А правильнее сказать, что является этими самыми предрасполагающими или неблагоприятными факторами, которые могут быть тем самым толчком, пусковым моментом в развитии бронхиальной астмы. Итак, в этиологии бронхиальной астмы выделяют первое – неинфекционные атопические аллергены. Обратите внимание на первое слово – неинфекционные. То есть здесь главными являются, так скажем, аллергические аспекты, то есть те факторы, которые вызывают аллергические проявления. Что же относится к этим атопическим аллергенам? Ну, хотелось бы выделить на первом месте – это лекарственные препараты. То есть различные лекарственные препараты, самые различные, они могут быть причиной развития любого аллергического состояния, любого аллергического проявления, в том числе и послужить вот этим самым пусковым моментом для развития бронхиальной астмы. И даже самостоятельно выделена отдельная нозологическая форма, связанная с проявлением лекарственного аллергена, самостоятельная форма, которая называется аспириновая бронхиальная астма. Само название говорит о том, что причиной этой нозологической формы является прием аспирина, ну и в целом не только аспирина, а других, но и не стероидных противовоспалительных препаратов, к которым и относятся, в частности, вот аспирин. Итак, лекарственные препараты. Следующим этиологическим фактором могут быть так называемые бытовые аллергены. Это те компоненты, с которыми, казалось бы, мы сталкиваемся, ну, повседневно в своей жизни. Однако у некоторых людей они могут быть теми самыми провоцирующими факторами. Что же к ним относится? Ну, это прежде всего сезонная пыльца, да, трав, деревьев. И вот сейчас как раз начинается то весеннее время, когда будут свести травы, деревья, будет появляться пыльца, и это время является, так скажем, самым неблагоприятным для аллергиков и для астматиков. Особенно если известно выявленная, так скажем, аллергия на какую-то конкретную пыльцу. Дальше здесь же хотелось бы отметить наличие домашней пыли, а именно живущих в домашней пыли, живущих, вернее, в домашней пыли так называемых постельных клещей. Это такие микроорганизмы, которые присутствуют в наших домах. Они живут в нашей постели, в подушках, в одеялах, матрасах. Они живут просто в пыли, которая скапливается у нас на мебели, на телевизоре и так далее. И вот эти вот клещи, они являются тоже факторами, способствующими развитию аллергии, в частности, развитию проявлений бронхиальной астмы. Это те домашние животные, которые нас окружают. Соответственно, секрет, который выделяется животными, да, смехом, особенно это кошки, домашние собаки, тоже могут быть причиной развития аллергических проявлений и вызывать заболевания бронхиальной астмы. Далее, это пищевые аллергены. То есть это те продукты питания, которые мы употребляем. Смотрите, на первом месте среди пищевых аллергенов выделяется рыба, яйца. Это молочные продукты. То есть те продукты, в которые богаты белком. И, соответственно, вот на этот белок, который находится в этих пищевых продуктах, может возникнуть аллергические проявления со стороны бронхов. Ну, далее хочется отметить среди пищевых аллергенов пищевые добавки, красители, консерванты, все то, что сейчас активно применяется в изготовлении продуктов. И, соответственно, так как... Год от года этих добавок становится все больше. Нужно сказать, что растет число в целом аллергических заболеваний, в том числе и проявлений бронхиальной астмы. Алкоголь. Нужно сказать, что алкоголь, он может ухудшить состояние уже имеющейся бронхиальной астмы. Следующие факторы, неблагоприятные факторы, к ним относятся инфекции нижних дыхательных путей. То есть это все воспалительные заболевания, которые вызываются вирусными, то есть этиологии, либо бактериальной этиологии, либо это какие-то грибковые проявления, микоплазменные, микоплазма как этиология развития воспалительных заболеваний дыхательных путей. То есть все это приводит к воспалительным реакциям. Ну, наиболее часто, с чем все мы сталкиваемся, это вирусные инфекции. Это обычные ОРВИ, как мы их называем. Это грипп, как наиболее такое тяжелое вирусное заболевание. Часто болеющие дети, болеющие взрослые вирусными инфекциями дыхательных путей, все это может спровоцировать развитие бронхиальной астмы. Потому как воспаление плюс наличие вирусов, а это живые организмы, которые выделяют свои продукты жизнедеятельности, и вот наличие вот этой воспалительной реакции и аллергизации одномоментно приводит к очень выраженной реактивности со стороны бронхиального дерева, что может быть этим вот пусковым фактором развития бронхиальной астмы. Особенно с большой настороженностью нужно относиться к частым вирусным инфекциям в детском возрасте. Хочется остановиться на таком воспалительном проявлении со стороны дыхательных путей, верхних дыхательных путей, как ренит и синусит. Объединим вместе, назовем ариносинусит, то есть это воспаление слизистой носа, которое сопровождается насморком, да, и синусита. Синусит – это воспаление пазух, носовых пазух. Ну, самыми известными являются гайморовые пазухи, и всем, наверное, известно такое заболевание, как гайморит. Сюда же можно отнести и фронтит, это воспаление фронтальных пазух. И в результате вот этих воспалительных проявлений слизистой носа и слизистой вот этих пазух наблюдается, ну, как вы вот видите, да, здесь отмечено, такое затекание секрета в ротоглотку и далее по дыхательным путям. И это может также привести к рефлекторному бронхоспазму. Поэтому частые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, синуситы, заболевания нижних дыхательных путей, также являются вот этим самым пусковым моментом в развитии бронхиальной астмы. Далее. Хочется остановиться на механических и химических факторах, которые тоже могут привести к развитию бронхиальной астмы. Ну, прежде всего, это те факторы, с которыми человек может встретиться на производстве. И их можно даже отнести к такому разделу, как профессиональная вредность. То есть это различные ирританты. Ирританты – это факторы, которые возбуждают определенные ирритантные рецепторы и вызывают воспалительные реакции. Это различные металлическое, древесное, силикатное пыль и так далее. Далее. Это хотелось бы остановиться на вопросах, связанных с курением. Выделяют курение активное, выделяют курение пассивное. Но об активном курении все понятно. То есть курильщик, вдыхая сигаретный дым, раздражает таким образом, и все, что в этом дыме находится, в больших количествах, раздражает слизистую оболочку бронхов и делает ее гиперреактивной. Но есть еще такое понятие, как пассивное курение. Это когда сам человек не курит, особенно это касается детей. Курят, допустим, его родители. И он является пассивным курильщиком, вдыхая этот самый табачный дым, который также раздражает слизистую оболочку дыхательных путей и бронхов и тоже может стимулировать их гиперреактивность. Ну, далее. Это различные промышленные аэрозоли. Ну, вот хочется отметить, что с высоким уровнем десульфида серы, допустим, это применяется в изготовлении красок. И еще один момент, который может являться, быть стимулирующим в развитии бронхиальной астмы, это рефлюкс. Рефлюкс желудочного сока в нижний отдел пищевода. Что такое рефлюкс? Рефлюкс – это обратный заброс, обратное движение. То есть желудочный сок – это компонент желудка, который находится в желудке. Но вот в результате определенных нарушений регуляции может происходить такое, что он обратно забрасывается, то есть обратное движение наблюдается его из желудка в пищевод. То есть противоестественный ход движения желудочного сока. И вот этот вот самый рефлюкс с кислым содержимым, так как в желудке кислое содержимое, при наличии соляной кислоты, он может усиливать симптоматику бронхиальной астмы, потому что здесь срабатывает так называемый вагальный рефлекс. Это рефлекторное воздействие через работу блуждающего нерва. Следующие факторы, провоцирующие развитие бронхиальной астмы – это климат, это так называемые физические и метеорологические факторы. То есть это влияние температуры и таких факторов окружающей среды, как сырость, соответственно, рост влажности. Поэтому влажность, сырая погода также способствуют развитию бронхоспазма. Холодный воздух, особенно с наступлением холодного времени года, наступлением зимы. Вот это существует такое понятие, как холодовая аллергия, холодовой бронхоспазм. И не обязательно там даже наступление каких-то очень низких температур, морозов. Бывают просто вот колебания в сторону понижения температуры, и у людей с гипер... Такой чувствительностью, с гиперреактивностью тоже может привести к бронхоспазму. Ну и в целом изменение магнитного поля Земли, то есть, как правило, это магнитные бури, повышение магнита. Люди магниточувствительные, метеочувствительные, они тоже могут реагировать на это развитием бронхоспазма. Следующим фактором, таким вот можно сказать, универсальным фактором развития многих заболеваний соматических, в том числе и бронхиальной астмы, являются стрессовые воздействия. Но ни для кого не секрет, что в этиологии многих заболеваний выделяют... Их даже эти заболевания называют психосоматические. То есть, таким вот стимулирующим фактором для их развития являются стрессирующие воздействия. Бронхиальная астма тоже относится к этому числу, поэтому любые стрессирующие воздействия, хронические факторы стресса, могут привести к бронхоспазму. Итак, мы разобрали причины возникновения бронхиальной астмы, факторы, которые могут эту ситуацию простимулировать. Теперь давайте остановимся на том, что по механизму развития бронхиальная астма выделяют как бы две основные формы бронхиальной астмы. Это инфекционно-аллергическая и вторая форма неинфекционно-аллергическая. Ну, как бы само название, оно определяет, о чем здесь будет идти речь. То есть механизм, форма, вернее, бронхиальной астмы инфекционно-аллергической, здесь бронхиальная астма чаще всего возникает после перенесенных воспалительных процессов, дыхательных путей. Они могут быть как бактериальной природы, так и вирусной. То есть после часто протекающих вирусных инфекций, либо после перенесенной пневмонии развивается гиперреактивность бронхов, перерастающих в бронхиальную астму. И неинфекционно-аллергическая, то есть здесь на первое место инфекционный агент не выходит. Здесь причиной являются различные аллергические факторы и повышенная чувствительность со стороны бронхов к этим аллергическим факторам, которые мы сейчас обозначили. Итак, основные проявления бронхиальной астмы – это приступы удушья. Давайте посмотрим, с чем связаны эти приступы удушья. Прежде всего они связаны с бронхоспазмом, то есть со спазмом гладкой мускулатуры бронхов. Бронхи – это такие дыхательные пути, дыхательные трубки. Одним из элементов строения стенки которых является мышечная оболочка, но это гладкомышечная оболочка. И может наблюдаться спазм этой гладкой мышечной оболочки. То есть, другими словами, мышцы спазмируются, то есть сокращаются. Далее. В патогенезе, в развитии бронхиальной астмы, еще отводится место гиперсекреции слизистых желез. То есть в слизистой оболочке бронхов, это внутренняя оболочка бронхов, имеются железы, которые продуцируют слизь. При гиперпродукции мы знаем, что эта слизь откашливается в виде мокроты. Соответственно, слизь начинает очень активно секретироваться, и называется это гиперсекреция. Это наблюдается на фоне либо воспалительного процесса, либо на фоне воздействия какого-то аллергена. Аллерген может поступать как из внешней среды, так это могут быть и так называемые эндоаллергены. Итак, посмотрите, вот здесь вот на представленном слайде очень четко еще раз показано. Вот так выглядит нормальная структура бронха. Достаточный просвет бронха, который позволяет нормально двигаться воздуху, как из трахеи, то есть вот вдыхаем воздух, и он двигается по бронхам, заполняет их и далее распространяется на чуликочную ткань. И далее оптимальное поступление воздуха кислородом в этом воздухе разносится кровью, и в каждой клеточке организма поступает. Что же у больных бронхиальной астмой во время приступа удушья? Вот такое сокращение гладкой мышцы, такая гиперпродукция слизи вызывает отек, и бронхиальный просвет резко суживается. Соответственно, движение воздуха будет затруднено. И легкие, и в целом поступление кислорода к тканям будет, разумеется, нарушено. Итак, астма может иметь различную степень тяжести. И, соответственно, частота обострения тоже может быть самая различная. И по наличию частоты обострений, а также чем они снимаются, ну это уже профессиональная врачебная деятельность, выделяют степень тяжести бронхиальная астма. Значит, какие могут быть проявления бронхиальной астмы? Это могут быть проявления, связанные с затруднением дыхания и так называемого свистящего дыхания. Ну вот мы видели, как сужены бронхи, соответственно, это будет определять наличие такого свиста при дыхании. Это кашель, гиперпродукция слизи. Хочется это удалить путем откашливания. И, конечно же, это одышка. Одышка – это учащенное дыхание. Так как затруднено движение воздуха, наступает гипоксия, кислородное голодание и как компенсация, как механизм адаптации приспособления к этой ситуации является такое вот учащенное дыхание, которое проявляется в виде одышки. Ну и, конечно, самым крайним проявлением бронхиальной астмы являются приступы удушья. Итак, приступ удушья – такое яркое клиническое проявление бронхиальной астмы. Его развитие выделяют, различают три периода. Это период предвестников, это период разгара и период обратного развития приступа, то есть период восстановления. Давайте немножко остановимся на всех этих трех периодах. Итак, первый период – это период предвестников. И люди, страдающие бронхиальной астмой, и их родственники, и их окружающие, особенно это касается детского возраста, они уже замечают, что вот после определенных таких вот проявлений может начаться и, как правило, начинается приступ удушья. Итак, чем проявляется период предвестников? Как правило, за несколько часов, за несколько минут, а также это может, допустим, быть за сутки до того, что может случиться, в организме происходят определенные изменения. Допустим, это могут быть вазомоторные реакции, то есть обильное отделение слизи из носа, значит, вазомоторная реакция. Это может сопровождаться выраженным чиханием. Это может появиться приступообразный кашель. Больному очень трудно откашливать мокроту. И вот это все является такими вот предвестниками, которые помогают понять, что за этим начнется уже непосредственно приступ удушья. И, как правило, уже на этом этапе можно оказать такому пациенту помощь и предотвратить развитие приступа. Если все-таки приступ развивается, то это состояние переходит в период разгара. Выраженная отдышка. Отдышка, хочется сказать, для бронхиальной астмы очень специфична, потому что она имеет так называемый экспираторный характер. Что значит экспираторный? Экспирация означает выдох. То есть в целом дыхательный цикл состоит из двух фаз. Это инспирация, то есть вдох, и экспирация, то есть выдох. Затем идет небольшая пауза, и снова инспирация и экспирация. Так вот, у пациента, у больного, страдающего бронхиальной астмы, в период души, одышки, будет затруднена фаза выдоха. Пациенту трудно выдохнуть. Почему? Вдох – это фаза активная, а выдох – это пассивный процесс. А мы видели сейчас, что происходит с бронхиальным деревом, как резко уменьшается просвет бронхов. Соответственно, выдохнуть будет намного сложнее, чем вдохнуть. И пациенту очень трудно выдыхать. Выдох становится очень медленным, он становится судорожным, и он намного, порой в 3-4 раза, становится длиннее с моментом вдоха, с процессом вдоха. И все это сопровождается хрипами, свистящими хрипами, которые слышно на расстоянии. Соответственно, пациент пытается себе помочь, и он принимает так называемое вынужденное положение. Вынужденное положение при приступе бронхиальной астмы проявляется тем, что пациент ищет себе опору, опору для верхнего плечевого пояса. Как правило, он опирается, наклоняется вперед и опирается на подоконник, на стул. Либо он спускается на колени и руками опирается, допустим, на кровать. Вот это вот вынужденное положение, оно приносит определенное облегчение и несколько облегчает выдох. Ну вот таким образом проявляется разгар обострений при бронхиальной астме. После того, как случился приступ, наступает период обратного развития. Он может развиваться тоже с различной продолжительностью по времени. Он может закончиться очень быстро, а также он может, скажем, заканчиваться, и какие-то остаточные явления могут оставаться в течение нескольких часов. А иногда и это может быть в течение суток. Вот в этот период обратного развития еще сохраняется затрудненность дыхания. И, соответственно, пациент испытывает астенические проявления, которые проявляются в виде слабости, некой заторможенности, сонливости. Но постепенно физикальные проявления, то есть клинические проявления, вот эта вот дышка со свистящими хрипами, она постепенно проходит, и дыхание восстанавливается. Ну, я не останавливаюсь, так скажем, в своем повествовании о тех препаратах, которые в этот момент, конечно же, должен принимать пациент. Далее. Далее выделяют следующую группу проявлений бронхиальной астмы, которые, вернее, те состояния, которые может спровоцировать уже сама бронхиальная астма. То есть осложнение бронхиальной астмы. Для тех людей, которые длительно страдают этим заболеванием, могут, у этих людей могут развиваться осложнения. Осложнения эти касаются изменениями, связанные, конечно, с теми изменениями, которые касаются легких, а также это затрагивает изменения и сердечно-сосудистой системы, так как дыхание и работа сердца – это два сопряженных механизма. Вот на первом месте среди осложнений, конечно же, это астматический статус, статус астматикус, который мы сейчас с вами немножечко разберем. Такое вот яркое осложнение бронхиальной астмы, которое довольно часто у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, бывает. Дальше хочу сказать, что у пациентов бронхиальной астмы, так как у них затруднен выдох, значит, воздух заполняет легкие, с трудом оттуда выходит, наблюдается такое осложнение в виде эмфиземы, с повышенной воздушностью легких. Ну, чтобы было понятно, те альвеулы, из которых построена легочная ткань, мы про это тоже как-то говорили, альвеулы – это воздушные пузырьки с очень тонкими оболочками, к которым плотно прилегают кровеносные капилляры. И за счет вот этих оболочек увеличивается легочная поверхность, обеспечивающая как раз процессы газообмена и насыщения крови кислородом. Так вот, в результате бронхиальной астмы с затруднением выдоха происходит разрыв этих оболочек альвеул, и в легких образуются такие вот большие воздушные полости, то есть повышенная воздушность. Но в результате нарушения альвеолярных перегородок нарушается и площадь соприкосновения с кровеносными сосудами, что также может привести к нарушению газообмена и к гипоксии. Но это тоже одно из наиболее часто встречающихся осложнений бронхиальной астмы. Но другие осложнения, они здесь приведены на слайде, но давайте остановимся на таком осложнении, как статус астматикус, то есть астматический статус. Итак, астматический статус – это состояние, которое угрожает жизни пациента. Это состояние, которое возникает, если приступ бронхиальной астмы не купируется. И, соответственно, чем он характеризуется? Это выраженный мощный отек бронхиол, то есть бронхов крупных и мелких бронхов, так как нам известно, что выделяется такое понятие, как бронхиальное дерево, потому что главные бронхи, заходя в легкие, делятся на бронхи второго, третьего порядка, и бронхиолами, заканчиваются самыми мелкими такими структурными образованиями этого бронхиального дерева. Так вот, мощный спазм бронхиол, отек бронхиол и накопление в них секрета, то есть мокроты – это все приводит к нарастанию удушья. Соответственно, через все эти бронхиальные пути, через бронхиальные структуры воздух уже не может двигаться. Соответственно, организм не получает кислорода. И о том газообмене, о котором мы сейчас говорили, речи уже не идет. И, соответственно, организм не получает кислород. Соответственно, это приводит к тому, что наступает кислородное голодание, то есть развивается гипоксия. И это может привести к летальному исходу. То есть развитие астматического статуса, это требует, конечно же, оказания неотложных мероприятий врачебных для снятия этого статуса астматикуса. Статус астматикус – экстренная интенсивная терапия. Если же не будет оказана помощь, то, конечно же, это чревато развитием гипотального исхода. Вот таким образом мы с вами разобрали основные клинические проявления бронхиальной астмы, чем она проявляется, чем она опасна. Теперь давайте перейдем к аюрведическим представлениям. Итак, бронхиальная астма может относиться к любой из трех ДОЖ. Но чаще всего бронхиальная астма имеет природу капхи. Остановимся на проявлениях бронхиальной астмы в зависимости от типов. Итак, если мы говорим о вата, то для бронхиальной астмы вата типа характерны затрудненное дыхание с выраженными хрипами, свистящие хрипы. Это сухой кашель, обязательное проявление сухого кашля. И вообще всяческие проявления, связанные с сухостью. Это жажда, это сухость в ротовой полости, это сухость кожных покровов, это проявление, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, связанное с запорами. Пациент очень беспокоен, возбудим. И постоянно на фоне вот этой сухости, проявляемой у него желание пить. Приступы бронхиальной астмы для вата типа характерны с наступлением сумерок, то есть вечернее время. Потому что вечернее время – это время ваты. Проявление пита. Астма пита типа. Для астмы пита типа основными проявлениями являются отхождение мокроты, то есть гиперпродукция секрета и отхождение этого секрета, то есть мокроты. Мокрота может быть желтоватой, потому что для пита типа характерна все же инфекционный момент в развитии бронхиальной астмы. Поэтому желтоватая мокрота. Для пита типа характерно вообще проявление гиперреактивности, выраженности реакции, поэтому это может быть повышение температуры тела, то есть лихорадочные состояния на фоне обострения бронхиальной астмы. Вегетативные проявления выражены для пита типа, которые сопровождаются потливостью. Пациент потеет, белье становится, одежда даже в целом становится влажная, мокрая, постоянно ее меняет. Для таких пациентов характерна раздражительность, то есть тоже повышенная возбудимость, раздражительность и потребность в прохладном воздухе, то есть в свежем воздухе. Если говорить о проявлениях бронхиальной астмы по питотипу, то приступы приходятся в основном на день, то есть это полдень, либо это полночь, потому что это время, характерное для питотипа, для проявления питотипа. Если же мы говорим о проявлениях астмы по питотипу, то здесь основными проявлениями, особенностями, проявлениями по питотипу является отхождение мокроты, но мокрота, в отличие от питотипа, она либо прозрачная, либо белая. Легкие, вернее, они наполнены влагой. И таких пациентов, соответственно, при аускультации, то есть если их послушать, проускультировать, слышны влажные хрипы. И хрипы, которые характерны для капхотипа, они отличаются от тех хрипов, которые мы сейчас разбирали для вата типа. То есть там хрипы сухие, свистящие. То есть здесь хрипы будут более такого влажного характера. Приступы бронхиальные астмы, которые характерны для представителей капхотипа, они в основном происходят утром, рано утром и вечером. То есть это время характерное для капха. Эти приступы облегчают, ну вот в аюрведических, так скажем, литературных источниках, это называется курение. Ну, я немножко так переложила на наше современное представление. Это все-таки ингаляция трав. О ингаляции каких трав, чуть попозже поговорим. То есть очень хороший эффект оказывают ингаляции. Чтобы избежать обострения бронхиальной астмы, то есть долго поддерживать состояние ремиссии и не спровоцировать обострений, существуют определенные методы профилактики бронхиальной астмы. Ну, методы профилактики, они, конечно, основываются, так скажем, на том, о чем мы уже говорили. А говорили мы о многочисленных провоцирующих факторах. Так вот, если избегать этих провоцирующих факторов, можно в целом избежать и обострения бронхиальной астмы. То есть, давайте их рассмотрим. Профилактические подходы. Прежде всего, это лечение хронических заболеваний бронхиальной системы. Далее, это отказ от таких раздражающих, мощных раздражающих факторов. Прежде всего, это курение, как активного, так и пассивного. То есть, если уже родители курят, то хотя бы это нужно делать не в присутствии ребенка, а также, если вдруг курит беременная женщина, то она должна понимать, что пассивно вместе с ней курит и ее ребенок. Далее, это исключение алкогольных напитков, так как мы сказали, что они могут обострять и усугублять течение бронхиальной астмы. Далее, если в доме находится больной бронхиальной астмой, то необходимо в этом доме, в этой квартире, в этой комнате регулярно делать влажную уборку и не допускать скопления пыли. В таких квартирах не рекомендуется обвешивать стены коврами, укладывать ковры на пол. Должна быть поверхность, которая легко, так скажем, подвергается влажной уборке. Игрушки мягкие – это все являются пылесборниками, поэтому ребенка нужно как-то так вот отстранить от таких вот больших мягких игрушек. Дальше. Ну, конечно, если выявлены аллергические проявления на секреты животных, то в доме не нужно держать ни кошек, ни собак, ни хомячков, ни птиц, ни аквариумов, потому что рыбы сами по себе как бы не являются аллергеном, но вот тот корм, которым кормят рыб в аквариумах, он обладает высокой астматической активностью. То есть хотя бы если придерживаться вот этих всех как бы правил, можно избежать обострения бронхиальной астмы. Далее. Весенний-летний период. Период цветения. Если у пациента выявлена аллергия на пыльцу, то, соответственно, нужно себя как-то отгораживать от этих растений. Если выявлены какие-то аллергены на продукты, исключить их из меню. Если аллергия выявлена уже совсем маленького ребенка, то мама должна, которая кормит ребенка грудью, должна придерживаться строгой диеты, потому что все, что съела мама, это все съел ребенок. Избегать продуктов, в которых очень много консервантов и красителей. Далее. Пациенты, которые страдают бронхиальной астмой, им рекомендуются курсы дыхательной гимнастики и очень хорошо помогают в лечении бронхиальной астмы метод Бутейка. Различные дыхательные упражнения. И вот ингаляции. Ингаляции с применением так называемых нейбулайзеров. Специальное устройство, больные бронхиальной астмы знают, что это такое. Это когда в виде ингаляции вещества попадают под давление в дыхательные пути и тем самым оказывают свое благотворное влияние. Также это посещение соляных пещер. Это так называемая спелеотерапия, потому что в них находится особая аэрозация воздуха, определенная влажность воздуха, что тоже оказывает благоприятное влияние. Это фитотерапия и иглоукалывание. То есть это все предотвращает развитие приступов и улучшает в целом состояние пациента. В период ремиссии рекомендована и показана тонизирующая терапия. Из аэрведических тоников используются такие тоники, как ашваганда, шатавари, бурами, солодка. Из препаратов это всем известный чеванпраш, составы ашваганда и шатавари. Итак, особым методом аэрведического лечения являются ингаляции, или то, что в литературе о аэрведических трактатах написано «курение трав». Да, это ингаляция, бронхорасширяющими и противоспазматическими травами. То есть те травы, которые убирают спазм гладкой мускулатуры и тем самым расширяют просвет аронхиального дерева. К ним относятся такие травы, как гвоздика и мирт. Если это аллергическая разновидность астмы, то полезен в качестве тонизирующей терапии порошок куркумы, который нагревают в сливочном масле. Туда добавляется нерафинированный сахар. И эту смесь можно применять по чайной ложке даже во время приступа. Если мы говорим уже о типах, то при астме капхотипа, ну, прежде всего, это диета. Назначается диета, которая снижает капху. А это все те продукты, которые увеличивают слизеобразование, они исключаются. Это, прежде всего, кислые продукты. Это йогурты. Но зато очень хорошо и показаны горячие специи. Такие, как красный и черный перец, это имбирь, которые можно активно применять. Применяется отвар пипполи, перца в молоке. Можно смазывать пастой из, опять же, вот этих согревающих компонентов, то есть горчицы и имбиря, грудную клетку. Из ауровидических трав применяют аир и мирт. Из тех трав, которые известны практически всем, применяются такие травы, как шалфей, чабрец, коровяк. Если мы говорим об астме вата типа, то, конечно же, это диета, снижающая вату, и специи. Что здесь показано? Здесь показаны соки кислых фруктов. Это лимон, это лайм. Рекомендуются также тоники, легочные тоники. Значит, так как для вата типа имеется тенденция к истощению тканей. И если мы говорим о лечении астмы пита типа, то, опять же, это диета, но, опять же, диета, которая снижает проявление питы. И здесь рекомендуются охлаждающие травы. Охлаждающие травы – это кориандр, брамия, это лопух. Очень хороши при лечении астмы астмы пита типа. Это общеукрепляющим действием обладает джем брахма. И таким средством еще является ВАСА. Теперь мы остановимся на тех проявлениях, которые могут нам косвенно указать проявления бронхиальной астмы на АПК-ведопульс. Значит, к ним относятся модули, проявления, которые мы можем увидеть. Это модули меридианы, биоэнергетика и модуль медана. Итак, начнем с модуля меридианы. Если мы говорим о модуле меридианы, то прежде всего нужно обращать внимание на меридиан легкого. И парный ему меридиан – это меридиан толстого кишечника. Эти меридианы могут вести себя по-разному. То есть мы говорим об изменении активности этих меридианов. В зависимости от состояния, в зависимости от проявлений тяжести бронхиальной астмы, эти два меридиана могут быть либо как в состоянии напряжения, либо также они могут быть и в состоянии истощения. А также нужно обратить внимание при бронхиальной астме на меридиан перикарда. Но это уже меридиан, который будет вовлекаться при наличии осложнений. Меридиан перикарда будет вовлекаться, если есть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Одним из осложнений, которое было перечислено на одном из предыдущих слайдов, является развитие так называемого астматического сердца. Поэтому при ярко выраженной проявлениях бронхиальной астмы, при выраженной тяжести бронхиальной астмы, могут происходить изменения со стороны меридиана перикарда. Также изменения, либо истощение, либо выраженное напряжение в зависимости от состояния. И будет задействован меридиан трех обогревателей. То есть меридиан, который отображает состояние эндокринной регуляции. Следующая вкладка – это недана субдоша. То есть посмотрим проявления по субдошам. Прежде всего обращаем внимание на проявления вата, вата субдоша. Здесь прежде всего это прана вата, она может отреагировать. Прана вата может быть как в состоянии напряжения. Вот здесь я привожу этот пример. Также прана вата может находиться и в состоянии истощения. А также по вата-доша нужно посмотреть на состояние субдоши удана. Удана может находиться в состоянии либо истощения, либо в напряжении. Ну вот здесь я привожу пример, когда прана в напряжении, удана в истощении. И еще хочется сказать, что если это выраженные проявления бронхиальной астмы, выраженная тяжесть, то может вовлекаться еще и нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы и может отреагировать в яно-субдоша. Вот здесь также отображено и вовлечение в процесс в яно-субдоши, она здесь находится в состоянии истощения. И также проявления, которые касаются изменений со стороны субдоши, мы можем посмотреть со стороны капха. Обращаем внимание на оваламбака капха. Оваламбака капха, которая также может находиться в состоянии напряжения. Вот крайний слайд, крайнее проявление. И оваламбака может находиться в состоянии некого такого истощения. Оваламбака – это та субдоша, которая определяет контроль состояния легких и сердца. Поэтому вот эти изменения, они тоже будут характерны для проявления бронхиальной астмы. И следующая вкладка – это биоэнергетика. Биоэнергетика, опять же, все зависит от состояния и тяжести. Мощность энергетического поля может быть повышена при напряжении, при ярком проявлении, при приступе бронхиальной астмы. И вот я привожу два примера. И здесь, и здесь мощность энергетического поля повышена. Ярко выраженное напряжение. Однако, может быть и истощение со стороны мощности энергетического поля. Если мы пройдемся по распределению энергетических потоков по системам, то вот здесь я выделяю жирным шрифтом. Бронхо-легочная система в состоянии явного истощения. Вместе с ним, как в паре, проявление со стороны толстого кишечника явное истощение. Со стороны того, так скажем, канала энергетического, который обеспечивает, вернее, показывает нам проявление иммунного статуса, иммунной системы, это меридиан или канал селезенки и поджелудочной железы, явное напряжение, то есть иммунитет, система иммунитета напряжена. И вот здесь мы видим еще напряжение со стороны работы сосудов. Сердечно-сосудистая система может вовлекаться как уже вторичный процесс, связанный уже с осложнениями бронхиальной астмы. Что мы наблюдаем на втором примере? Напряжение со стороны бронхо-легочной системы. Обратная сторона – идет некое истощение со стороны канала, который нам дает характеристику иммунных проявлений. И также некоторое напряжение со стороны сердечно-сосудистой системы. Ну, таким вот образом мы разобрали проявления на АПК-видопульс. Хочется сказать, что проявления не специфические, то есть нельзя четко на них операции ставить диагноз. Это не является задачей работы на АПК-видопульс. Это является помощниками, вспомогательными факторами после всех тех элементов, которые вы имеете в своем, так скажем, распоряжении. То есть это сбор анамнеза, выяснение каких-то условий жизни этого человека, его основных жалоб. А здесь это маркеры, которые могут свидетельствовать об тех изменениях, которые уже в организме происходят. И как обычно, в конце я привожу табличку трав, которые рекомендуются в качестве фитотерапии применять страдающим бронхиальной астмой. Ряд трав были обозначены уже конкретно по вата, пито и капха, когда мы разбирали типы и соответственно их проявления и подходы к терапии. Но также здесь в этой табличке я привожу еще некоторые травы, которые рекомендуются в зависимости от типа конституции применять страдающим бронхиальной астмой. Еще раз хочу сказать, что там, где стоит плюс, это показано, где стоит минус, по какому типу эта трава не рекомендуется в связи с типом конституции. Ну вот на этом я хочу закончить свой рассказ, свое повествование. Что касается бронхиальной астмы, я вопросов не вижу. Если нет вопросов, то всем большое спасибо. Встретимся с вами, как обычно, через две недели. Это уже будет май. Там у нас вебинары будут проходить в рамках темы непосредственно уже аллергические проявления. Всем спасибо. До свидания. Спасибо большое, Елена Алексеевна. Дорогие друзья, пожалуйста, оставьте ваши отзывы о данном вебинаре по ссылке, которую я бросила вам в чате. И, в принципе, у меня к вам большая просьба, вы очень часто посещаете наши мероприятия, те вебинары, которые вы уже прослушали. Вы просто можете найти его в архиве и также оставить отзывы от тех, которые вы можете найти в архиве.